Привет! Сегодня поговорим про 3D Touch и про Haptic Touch. Про то, чем эти технологии похожи, чем они отличаются и что их ждет впереди. В качестве наглядных примеров будут iPhone XS Max, где есть технология 3D Touch, и iPhone 11 Pro Max, где есть только Haptic Touch. Поехали! По сути, 3D Touch и Haptic Touch нужны для одного и того же, чтобы расширять возможности системы, чтобы было проще ей пользоваться. Вот только добиваются эти технологии эффекта одного и того же разными путями. 3D Touch – это технология, благодаря которой телефон понимает, с какой силой вы нажимаете на дисплей. Сильно, еще сильнее или вы просто положили палец на экран. В зависимости от этого будут разные реакции смартфона. Чтобы вся эта штуковина работала, потребовалось встроить в дисплей специальный слой, который и воспринимает силу нажатия. От этого экран смартфона стал чуть-чуть толще. Речь о незначительных, незаметных долях миллиметра, но тем не менее они есть. Естественно, смартфон стал чуть-чуть тяжелее. Опять же, это незначительные какие-то доли веса, но все-таки смартфон стал тяжелее. Как работает Haptic Touch? В экран никаких специальных слоев добавлять не нужно. Haptic Touch – это чисто программная штуковина. Вы положили палец на дисплей. Ух ты! Положили палец на дисплей, подержали чуть дольше и сработал Haptic Touch. По сути, Haptic Touch – это особая реакция телефона на долгое нажатие. Вот и вся разница. И Haptic Touch, и 3D Touch – это штуковины настраиваемые. Давайте посмотрим, как это делается. Для этого нужно зайти в настройки, затем пройти в универсальный доступ, после этого – касание, ну и дальше – 3D Touch и тактильное касание. Для iPhone XS Max и просто тактильное касание для iPhone XS Pro Max. По-разному выглядят менюшки, правда? Для 3D Touch можно настраивать чувствительность. Средняя, низкая, высокая. Соответственно, вам надо будет давить чуть сильнее или чуть слабее на экран, чтобы 3D Touch сработал. Какую именно градацию выставлять – это чистая вкусовщина, об этом не будем. Haptic Touch тоже настраивается. Правда, здесь градации только две. Работает он быстро или медленно? Здесь есть тестовая картинка, смотрите. Быстро работающий Haptic Touch. Кладем палец. Картинка увеличивается. Теперь медленно работающий Haptic Touch. Заметно, да? Еще раз. Быстрый Haptic Touch. Медленный Haptic Touch. 3D Touch при желании можно отключить совсем. Haptic Touch отключить совсем нельзя. Он по-любому в системе останется. Когда 3D Touch только выходил, а это было на презентации iPhone 6s, то есть дофига давно, так вот, вместе с ним в полный рост форсили две фишки – пик и поп. Это такие специальные жесты. Пик – это легкое нажатие на экран, которое позволяет предпросмотреть картинку. Вот так. И, соответственно, поп – это более сильное нажатие, когда вы, не отрывая палец, продавливаете дальше и как бы проваливаетесь в получившееся изображение, то есть открываете его на весь экран. Так вот, сейчас на iOS 13 3.1 в данном случае работают оба этих смартфона, жеста поп я не наблюдаю. Есть только пик. Вот он, жест пик. 3D Touch – предпросмотр картинки. По идее, раньше жест поп работал следующим образом. Вы делаете пик, не отрывая палец, нажимаете еще сильнее на экран, появляется жест поп. Вот я сейчас сильно давлю, и нифига никак оп-опа не получается. Чтобы открыть вот эту картинку на весь экран, нужно приподнять палец над дисплеем и тапнуть. Причем даже не обязательно делать это с силой, просто коснуться дисплея. И точно такая же история у нас… О, ты елки-палки. Прикольная анимашка на сайте Apple появилась. Так вот, точно такая же история у нас в Safari. Раньше при помощи жеста пик можно было предпросмотреть картинку, а затем, используя жест поп, как бы провалиться в нее. То есть, открыть на весь экран. Но сейчас, видите, как я не давлю, нифига подобного не происходит. Нужно приподнять палец над дисплеем, коснуться, и, пожалуйста, проходим дальше по ссылке. Haptic Touch, конечно, тоже умеет вот эти жесты. Положили палец, задержали, предпросмотрели картинку. Давай, iPhone, давай. Супербыстрый интернет. Предпросмотрели картинку, тапнули по ней, прошли дальше. И это, кстати, не единственное место, где 3D Touch потерял свою функциональность. Раньше, помните, можно было с помощью 3D Touch заставлять картинки на экране блокировки двигаться. Сейчас это тоже работает, но исключительно при помощи Haptic Touch. Помните, как в старые добрые времена? Нажимаешь слегка, и картинка движется, но медленно. Нажимаешь сильнее, и картинка движется уже быстрее. Так вот, сегодня на iOS 13.3.1 это нифига не работает даже в устройствах с 3D Touch. Как бы ты ни давил на экран, сильно или слабо, картинка все равно будет двигаться с одинаковой скоростью. Даже больше вам скажу. Вот это движение картинки, оно начинается не от... Вот сейчас сильное нажатие делаю. Не от сильного нажатия, а от того, что вы положили палец на экран. Движется изображение от Haptic Touch. Давайте, чтобы быть до конца уверенным, возьмем еще один iPhone, например, вот эту замечательную восьмерку. Кладем вам палец на экран, я сейчас не давлю вообще. Просто кладу палец на экран, и картинка начинает двигаться. Раньше я точно помню, что вот этот замечательный дым мог перемещаться по экрану быстрее или медленнее. Чуть-чуть надавил, медленно. Надавил сильнее, быстрее. Сейчас смотрите. Легкое нажатие. А теперь сильное нажатие. Еще раз. Легкое нажатие. Сильное нажатие. Скорость движения анимации одинаковая. 3D Touch уже не нужен, чтобы ее запускать. И все это неизбежно наводит на мысли о том, что Apple постепенно отказывается от технологии 3D Touch. По чуть-чуть, по кусочку ее выпиливает, чтобы, знаете, не было таких резких маневров. Но со временем, рано или поздно, 3D Touch уйдет в историю, и в будущих версиях iOS перестанет существовать эта функция совсем. Тем не менее, все еще есть моменты, в которых 3D Touch удобнее, чем Haptic Touch. А местами Haptic Touch вообще не может 3D Touch заменить. Давайте начнем с чего-нибудь легкого. Откроем текст и попробуем его редактировать. Это устройство с 3D Touch. Я могу нажать с силой на любой части клавиатуры, и потом, смотрите, что произойдет. У меня появляется возможность, перемещая курсор, выделять текст, ну или поставить его в нужную часть текста, после чего с легкостью редактировать. На iPhone без 3D Touch, с Haptic Touch. Я могу делать плюс-минус то же самое, но только положить палец мне придется именно на кнопку пробел, и уже потом вот так вот двигать курсором по экрану. Это было во-первых. А во-вторых, на устройстве с 3D Touch я могу не просто передвигать курсор, а еще и выделять слова. Итак, силой нажали, навели на нужное слово, нажали еще сильнее, сработал вот тот самый жест Pop, который сейчас практически неуловим, очень редко где в системе встречается. Слово выделилось. А теперь к тем моментам, где 3D Touch заменить, ну невозможно. Игры? Не все, конечно, но в некоторых, я бы даже сказал во многих, 3D Touch очень полезная штука. Например, вот это Sky Force Air. Заходим в настройки. Дальше в настройки управления. Видите, вот здесь написано 3D Touch. Соответственно, на него я могу назначить энергетический щит, лазер, нет, я хочу мегабомбу. Во, вот это наша тема. И полетели. Смотрите, как вся эта история работает. Идет жесткое мочилово и в какой-то момент... Нет, это не жесткое мочилово, где мои враги? Видите, сюда. И в какой-то момент я могу сделать вот так. Мегабомба. И все просто офигеют. Как я вам говорил, Sky Force Air далеко не единственная игра, где используется 3D Touch. Вот это, например, Call of Duty. И смотрите, здесь тоже есть соответствующий пункт. Прицеливание с 3D Touch. Как это работает? Нажимаем силы на экран и сразу включается прицел. В целом, быстрее и удобнее. Вот я бегу, бегу, бегу. Раз, продавил экран. Эй, продавил экран. И могу стрелять. Вот так, вражина. Нечего бегать у меня под мушкой. Ну вы поняли вообще, как работает, а? О, черт, замочили. В чем еще разница? Перейдем на экран блокировки. Это устройство без 3D Touch. Камера здесь открывается по Haptic Touch. Точно так же включается и фонарик. На устройствах с 3D Touch камера с экрана блокировки по Haptic Touch открываться не будет, если 3D Touch в настройках включен. Вот сейчас включен. Смотрите, кладу палец. Ничего не происходит. Заснул даже, блин. Камера будет открываться только при сильном нажатии. С другой стороны, если мы пройдем настройки, выключим 3D Touch, то камера легко и удобно будет через Haptic Touch открываться. 3D Touch это быстрее, чем Haptic Touch. Смотрите. Haptic Touch. Сработал. 3D Touch. Сработал. Чувствуете, насколько быстрее? Haptic Touch. Сработал. 3D Touch. Давайте для наглядности на двух смартфонах. Видите, насколько быстрее? Такая же история у нас в пункте управления. В целом, 3D Touch это более такая шустрая штука. А вот на экране блокировки, к моему удивлению, разница в скорости уже не такая значительная. Смотрите. Ну, практически один в один камеры открываются. Окей, может быть, этот пример был не совсем объективным, потому что я с двух рук делал, мог где-то ошибиться, но даже если вас не устраивает скорость открытия камеры через Haptic Touch, вы всегда можете сделать вот такой жест. Боковое смахивание. И камера будет открываться очень быстро. У Haptic Touch есть недостаток, которого не было у 3D Touch. Я имею в виду вот это. Нередко я вижу включенный фонарик, когда достаю смартфон из кармана. А все потому, что когда клал телефон в карман, то случайно дотронулся вот сюда вот, фонарь включился и светил мне в карман. А еще 3D Touch сложнее в исполнении. Можете считать, что я привередничаю, но все-таки 3D Touch требует два действия. Во-первых, положить палец на нужную часть дисплея, а во-вторых, нажать с нужной силой. И при этом, когда вы нажимаете, палец не должен сдвигаться. На Haptic Touch все просто. Вам нужно только положить палец, и пусть он просто лежит. Haptic Touch сработает. И казалось бы, это ерунда. Мелкая, незначительная деталь. Но такие рассуждения справедливы только если вы сидите на стуле ровно, и ничего вас не отвлекает. А что если вы в запарке? А что если вы делаете несколько дел одновременно, и не можете уделять внимание телефону? Вам надо вот, чтобы раз, быстро, просто и сработало. В этом случае Haptic Touch, хотя и медленнее, но чуть проще. Пора переходить к выводам. 3D Touch это однозначно прикольная, классная и интересная технология, которая совсем не зашла рынку. И вряд ли это проблема только 3D Touch. Скорее всего это произошло, потому что под нее не подвезли должный функционал. Пользователи так и не поняли, зачем эта штуковина нужна. Мне сегодня, под мои нужды, цели и довольно сумасшедший темп жизни, гораздо проще и интереснее пользоваться Haptic Touch. Но знаете что, если бы я был геймером, если бы я много времени проводил за мобильными играми, то 3D Touch был бы мой выбор однозначно. И кстати, выбирая между вот этими двумя смартфонами, я бы тогда с еще большим удовольствием выбрал бы именно 10S Max. За то, что я могу прицеливаться с 3D Touch. Ну или использовать старую добрую мегабомбу. Это я к тому, что однозначного ответа на вопрос, что лучше, Haptic Touch или 3D Touch, дать не получится. Ответ будет для каждого свой, в зависимости от того, какие у вас цели и задачи. И информации из этого ролика хватит, чтобы вы приняли для себя максимально правильное решение. Спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о том, что вы увидели и услышали сегодня. Подписывайтесь на канал. Пока.